Приветствую, уважаемые друзья! Мы находимся в городе Новгород-Северский. Это улица Свободы. Улица Свободы. Вот она пересекалась с улицей Ленина, с улицей Карломарса, к которой мы подходим. Это была у нас санэпидемстанция. Здание вот такое. Тоже анамент был красивый. Сейчас в ремонте все закрыто евростандартами. Подходим к Дому Медведева. Вот такая вот архитектурка красивая. Напротив лесхоз. Вот такой двухэтажный домик на улице Карломарса. Вот пересечение. В эту сторону центр города, помните? В эту сторону направление Дома культуры и к монастырю. Вот улица Свободы. Мы спускаемся вниз. А, кстати, вот и надпись есть. Видите, улица Свободы. Здесь семья Капустиных жила. Земляки, друзья детства. Юрий друг. Покойный уже, к сожалению. Здесь мой учитель Борис Иванович Бугаенко. В этом доме. Тоже, к сожалению, уже все покойные. Немножко ускоримся, чтобы снять. Как можно больше. Эта улица тянется к самой десне. Ночгань. Вот такие вот деревянные зодчества. Дома, конечно, запущенные. Есть, которые в ремонте были. Здесь поэтесса Осачья жила. Вот ее угол. Анатолий. Мой однокрашник по школе-интернат. Он живет сейчас в городе Новгород-Северске. Такая у нас поэтесса была. Ну, к самой десне я не пойду. Улица очень длинная. О, в далеке там лес виден. Беринский лес уже. Беринский лес. Ну, мы сейчас подойдем в дом Зеленского. Владимир Михайлович. Жил здесь учитель географии был. Вел фотокружок. Сейчас мы к его дому подойдем. Семья угол. Да, все педагоги. Не в одном поколении. Интеллигентная семья. Вот их не домик такой. Вот здесь они жили. Сейчас не знаю, кто здесь живет. Все поменялось. Тридцать восемь. Неоднократно гостил в этом домике. Домик похоже на был. Всегда покрашенный. Но сейчас вот такой вот. Имеет вид. Вот такая усадьба. Антонина написана. Вот такие вот дома. Там за этими домами огороды все в оврагах. Овраги, спуски, подъемы. Но, тем не менее, люди что-то высаживают, копают. Картошка там у них. Всякие культуры. Не знаю, меня просили улицу свободы снять. Но до самого конца я не пойду. За неимением времени. Здесь можно ходить очень долго. Рассказывать очень долго. Показывать вам. Но, в общем-то, стараюсь выполнить ваши просьбы. Здесь усадьба была. Был дом. Он сгорел. Так вот и осталось. Сейчас все заросло. Не видно, что и дом был. Я помню, когда он полусгорел и здесь стоял. Ну, вот, пожалуй, и все. Балее там еще где-то мы полпути прошли. Уже будет река Десна. Всего доброго. Лучшему пожеланию, дорогие земляки.